ну что это очередной выпуск блога сергей косенко и в этом выпуске у нас будут самые красивые девушки это правда поехали запросили показать квартиру внутри пойдем я покажу блогер это довольно тяжелую профессию невыносимую условиях работать не все люди могут быть предпринимателями это возрались друзья воскресенье 9 утра я еле продрал глаза но сегодня супер ответственный день сегодня мы снимаем мы первый клип на песню которую я сам написал она уже готова она уже сведена продакшн мастеринг я еще три месяца назад не знал вообще этих слов а теперь все песни готовы и сейчас клип и вы увидите в этом выпуске бэкстейдж этого клипа я надеюсь что клип сам должен посмотрели если не посмотрели срочно он в предыдущих видео погнали ребята целый чемодан прикиньте это вещей которые мне нужно будет одевать кроме этого еще пять свитеров которые мне привезли уже туда и еще тонны грима и пудры конечно же вы помните саня кондрашов рассказывал что мне приходится постоянно пудрится вот эти актеры вот а мы сейчас находимся в довольно элитной квартире камера отдаляется и он говорит от него что за бизнес он не говорит а потом следующий кадр наоборот на него наезжаем я тоже типа я тоже вот так получается резкими движениями меня зовут артем гряник 1г как пряник только г я режиссер клипа на песню здесь и сейчас короче ребятки снимаем клип сергея косенко это классная будет история не вообще дико импонирует то что блогеры бизнес блогеры начинают петь читать рэп это очень клево потому что это охрененное охрененный такое право развитие которые помимо они выходят за рамки за рамки какого-то своего творчества и познают новое это очень клево и мы сделаем эту историю я думаю очень классный нафиг ну и что за бизнес умник сверхшот с пельменями звук есть мы на конференции в киеве посвящены предпринимательству и через 15 минут мое выступление я ура сделал презентацию прям за час до проекта как это обычно бывает у нас предприниматели все в самый последний момент если очень сильно не надо то ты не делаешь поэтому ставьте себя в то положение когда очень сильно надо и тогда вы начнете действительно делать ставьте себе эффективные дедлайны это очень круто я об этом сегодня в том числе буду рассказывать о том какие ошибки совершают все предприниматели какие проблемы с какими проблемами сталкиваемся на пути как эти проблемы преодолевать как сделать первый шаг как пройти первый этап как построить первую модель потом как сделать большой бизнес как масштабироваться потом как выйти из этого бизнеса как построить личный бренд короче много тем я надеюсь что в два часа уложусь но короче самое интересное мы вам покажем погнали вот смотрите крутое помещение вот там ждет 800 или 900 предпринимателей очень всегда волнительно каждый раз вот заново выступать на сцене а а и и и а а и и ребята как это идеально посреди рабочего дня вздремнуть и это можно сделать знаете где в офисе компании домофонд в котором мы сейчас собственно и находимся вы приехали посмотреть что это за компания баннеры сейчас висят по всей москве я сам пользовался этим сайтом уже сайтом домофонд ну в общем подробнее вам расскажет жена жена продукт менеджер компании привет джей привет давай что такое домофонд сейчас домофонд это один из самых популярных сайтов по поиску недвижимости по всей россии на домофонде можно купить снять продать квартиру коммерческую недвижимость найти квартиру в новостройке и много-много другого но домофонд также это не просто портал где ты можешь купить недвижимость но также это еще и портал который помогает принять решение у нас есть огромное количество сервисов по аналитике статьи советы для пользователей и так далее к нам заходит порядка 5-6 миллионов пользователей в месяц смотри вообще рынок супер конкурентные там огромное количество игроков вы так понимаю недавно сколько вам нам три года три года до за счет чего вот вы можете реально с монстрами бороться вот какие фичи есть может быть да у нас есть много интересных фич одна из самых популярных это наш наша фича обведи и найти то есть ты задаешь какие-то параметры и затем ты можешь обвести район например рядом с парком или рядом с работой или где-то рядом с центром и затем ты увидишь все свои объявления в данном районе прикольно короче если я хочу жить рядом с я не знаю рядом с олимпийским я вокруг обвожу и могу выбрать там квартиру да конечно да это прикольно фича ok что еще есть у нас есть сервис оценка например ты можешь ввести туда адрес своей квартиры и узнать стоимость за которую ты можешь продать или арендовать свое жилье уже как она считается тебе выберется район берутся там 100 предложений или как-то считается почему ну вот как цена высчитывать у нас есть огромная база объявлений причем не только за последний месяц но и за достаточно продолжительное количество времени и на основе этой базы в принципе мы можем посчитать примерную стоимость вы просили показать квартиру изнутри пойдем я покажу смотрите вот я предпочитаю пиво когда пью вечером когда прихожу с работы я вот из такого бокала вот пью вот из такого это на выходные праздники что еще есть у меня на кухне вот есть есть друшла смотрите очень полезная штука я часто пользуюсь когда пельмешки варю и потом надо знать водичку слить использую вот сейчас давайте туалет или нет вот здесь все забываю но в принципе все необходимое даже шампунь так ну и собственно моя спальня вот в тесноте но не в обиде здесь я сплю на это в будни вот там выходная кровать на втором этаже я люблю чтобы знаете разнообразие такой жизни я говорил что нельзя сидеть на месте останавливаться поэтому каждый день меняю вот локации мой гардероб вы спрашивали гардеробная комната вот в общем не буду вам показывать это знаете но надо каким секретом чтобы были то что же я вам все сразу расскажу вот поэтому но как просили я все видите все в натурах у как говорил сырой гармонавич все как есть я смотри Вверху открываем, сейчас перепевку. Надо посмотреть, как делается интернет. Короче, друзья, я не знаю, как снимает кино, но мне кажется, именно так, как у нас сейчас. Здесь примерно человек 15, наверное, сейчас задействован. Это только съемочная, это без моделей и так далее. Вот, и мы уже где-то час, наверное, выставляем свет. Я еще не знаю, что нас ждет впереди. Надеюсь, что получится. Самое главное, что получилось, круто, но я не смениваюсь. Слыши, произвони, с нуля создавай, я верю в тебя. Парень, держась, бюлзу, снимай, выкладывай в сеть, оставь гордость детям! Знаете, блогеры – это довольно тяжелая профессия. Невыносимо в таких условиях работать, приходится держать себя в руках. Все чувствую. Не все люди могут быть предпринимателями. Большинство людей не может быть предпринимателями, и это хорошо. У тех, кто уже предприниматель, у нас есть хорошая новость. Не все могут быть, точно. Это проверено на мне. Самая большая проблема вообще в рынке недвижимости – это то, что много недобросовестных всяких ребят, которые размещают объявления, продают квартиру или сдают в аренду, получают деньги и все, их там дальше не найдешь. Что с этим делаете? Вообще, да, действительно, такая проблема есть, и она одна из самых острых на рынке, в принципе, для нас и для всех наших конкурентов. И в этом году мы очень хотим еще более улучшить наши правила модерации. Также мы хотим, и мы уже запустили проверку квартир. Как это делается? Просто человек из агентства приходит к вам домой, проверяет вашу квартиру, делает фотографии, и на сайте появляется определенный значок. Также все застройщики предоставляют нам проектную декларацию, а также другие документы для того, чтобы разместить контент о своих новостройках или квартирах в новостройках на нашем сайте. Тем самым мы обеспечиваем качество нашего контента. Расскажи про вот эту вот фичу с районами. Я видел ее, что можно посмотреть рейтинг районов, в котором ты живешь. Получается, что все города есть в рейтинге самый лучший для жизни и самый худший для жизни? Ну, в нашем рейтинге представлено 250 крупнейших городов. Давай кто на первом месте, а кто на последнем? Ну, на первом месте я предлагаю тебе зайти на сайт и посмотреть, а на последнем месте у нас город Гуково. Ты знаешь, где это? Да, я знаю, где это Гуково. Это в Ростовской области. Миша, Миша Селиванов, я тебе передаю привет. Если вдруг ты видишь это видео, Миша, ты красавчик, что уехал из Гуково. Потому что там дно, вот. Видишь, даже во всех рейтингах 250 мест. Интересно, где там в Смоленск. Реально, я зайду, посмотрю. Оставлю вам ссылку, посмотрите, на каком месте находится ваш город. Вот, и можете там, смотри, тут есть город, есть районы еще, да, внутри. Да, можно еще и районы посмотреть. Офигенно. Короче, можете это, потом ходить и говорить, я у меня самый крутой район в городе. Или я на втором месте. Да, это реально крутая фича. Я уверен, что Хамовники в Москве, вот где я живу, ну точно в топе. Я думаю, что может быть первое место или второе. Блин, интересно будет посмотреть. Короче, да, заходите, смотрите, я тоже зайду, посмотрю. Будем мериться районами. А, кстати, и напишите в комментарии, сколько у вас звезд у вашего района, и на каком месте ваш город, или на каком месте ваш район. Это прикольно, будем мериться. С пельменями, да что мы с этим будем делать? Как мы будем это продавать? Тихо, не переживай, это все уже продано. Все по предзаказам. Вся Россия ходит с вишоток, с пельменями. Это главный тренд 2018 года. И теперь мы идем на дни. ВЕЙ! Все, готово, будем передать. Ты что, пельменя, скажи, что мы будем с ними делать? Как мы будем это продавать? Короче, ребята, вы видите эти пельмешки. Это главный тренд 2018 года. Это уже взрывает рынок. Предзаказы, 300 магазинов, ребята, по франшизам. И теперь мы идем на мир. Вы вкладываете свои деньги в бомбу. Свитшоты с пельменями. Это гениальная идея, которая завтра перевернет весь мир. Я в этом бизнесе уже целых два дня. И поверьте, я знаю, о чем мы говорим. И если не вы, то у нас очередь из инвесторов. Поэтому у вас есть возможность вложиться в этот бизнес. Только здесь и сейчас. Лучше, но только ты имеешь в виду, когда подхватить его. То есть ты сделал паузу. То есть он только прям... Я перебиваю. Я вот говорю, я прям сразу. И тебя прям вот несет. Да, да. Расскажи, как тебя занесло. Да, ну вот так. Ехал, ехал. Серега звонит такой, говорит. Надо, чтобы инвестировать в клипе большую сумму. Я говорю, я как раз это умею делать. По этой части. Давайте все смотрите нас. Нормально будет. Давай. Ребята, 10 миллионов просмотров это минимум. У нас такие гости, ребят. Все лайки, репосты, максимальные, комменты. Погнали. Миллиант. Вы должны именно с таким... Нет. Вы все даже смотрите таким лицом, как будто, ну, просто услышали какую-то величайшую глупость. То есть на ваших лицах такое просто, ну, недоумение. Миллиант. Два миллиона. Не. Миллиант. Стоп. Так, ну что, друзья. Возьмем по ходу дела, по ходу пьесы, интервью у человека, который организовал эту конференцию. Вадим приехал ко мне, как там, полгода назад или меньше? Да, вот 4 ноября. 4 ноября, да, это 4 месяца назад приехал ко мне с дикой идеей собрать в Киеве тысячу платных человек на конференцию со мной. Вот я тогда подумал, что он больной. Потому что я ему писал в личку, он мне постоянно не отвечал и постоянно меня морозил и постоянно, в принципе, как-то пытался от этого увильнуть. Но... Да, вот. И... Ну и в итоге, короче, все получилось. Вот. Я сейчас здесь, в Киеве. И только что выступил. Как тебе? Расскажи. Я безумно благодарен тебе. Почему? Потому что у нас здесь собрались, во-первых, одни из самых лучших и самых топовых практиков. Потому что те люди, которые выступали на конференции, это self-made предприниматели, те, которые построили свой бизнес сами, с нуля. И ты просто как-то, как Мишенка на тортике. Просто, ну... Я не знаю. Я восклик. Почему? Потому что люди, которые говорят, что слышали выступления, они мега заряженные, они мега мотивируют. Они понимают, что помимо того четкого пошагового алгоритма конкретных действий, которые дал Сережа, они еще получили заряд вдохновения. И, действительно, практические рекомендации человека, который не просто мотивирует, вдохновляет, а делает личностный вклад в развитие, мне кажется, не только предпринимателей в России, но уже как показывает практика и в Украине. И в мире. И в мире, да. Круто. Давай несколько вопросов о конференции вообще. Зачем это тебе? Почему ты вообще это решил делать? Сколько тебе? То есть это же 20? 21, да. В сентябре исполнилось 21. Круто. В общем, я... Почему ты это делаешь и зачем? Я просто 4 месяца назад работал менеджером по продажам, в принципе, и я понял, что я немного нахожусь не в той тарелке, которая мне нравится. Захотелось поменять свою жизнь и просто ты просто был таким вызовом. Я просто поставил себе цель, что, возможно, с тобой получится как-то скоординироваться. И тогда в голове 4 ноября, когда я принял решение уволиться с работы, я думал, напишу косинку и привезу его с Украины. И вот, собственно, прошло 4 месяца, у меня просто дикий восторг, дикая... Я не знаю, как описать. Даже у меня, короче, мурашки от этой истории. Реально офигенно. А сколько ты зарабатывал, когда был менеджер в продаже? Ну, зарабатывал, честно, 500 долларов, ну, где-то 600 долларов. А сейчас? Ну, сейчас у меня 4 направления бизнеса и организация образовательных мероприятий, то, что мы сегодня сделали, это одно из направлений. А в основном, это весь актив, это криптовалюта, это трейдинг, это доверительное управление активами. Потому что у нас есть партнерами корпорация, XHOW Crypto Corporation, которую мы на данный момент развиваем. И пытаемся максимально масштабировать, чтобы выходить не только в рамках Украины, не только в рамках России и СНГ, но и дальше по миру. Потому что сейчас это тренд и хайп. И хайп, да. Сколько денег уже заработал за последний месяц? Я бы не хотел говорить эту ситуацию, но я уже почувствовал, что такое заработать первый миллион гривен и почувствовал, что такое потерять его. А, ну да, криптовалюта, да. Не, 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 не только криптовалюта, а цена собственных ошибок империчным методом пробуя ошибок, когда ты просто идешь, обгораешь, обжигаешься, пробуешь снова. И вот, в принципе, понимаешь. Но я благодарен этому, что все происходит со мной в 21, а не в 30-35. И что я понимаю, что чем раньше и чем чаще я буду сейчас ошибаться, тем дальше и качественнее будет мой путь. Да, но об этом вообще как раз и было практически все мое выступление. Да, да, да. Об ошибках, о том, что нужно идти вперед, не смотря ни на что. Ну, такое. Это простой посыл, но когда он рассказывается на реальной истории, на реальных кейсах, да, то есть это гораздо лучше понятно, что это на самом деле все так, это не просто байки какие-то, сказки там и так далее. Да, и я себе вот конкретно даже на камеру хочу сказать благодарность. Почему? Потому что, ну, не каждый предприниматель такого масштаба может согласиться и, грубо говоря, поверить на голом энтузиазме, что человек, который вообще работал менеджером по продажам сможет собрать там организацию, сможет собрать там, грубо говоря, компанию. Да, если честно, я и не верю. Я вообще, я до конца, то есть, я когда узнал, знаешь, я позвонил там своему друзьям из Киева и спрашиваю, что это за парень вообще? Никто не знает. Никто не знает. Я думаю, бред, это какой-то развод, короче. Я тебе что-то написал, по-моему, слушай, ты точно там? Да, 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 да. Ты точно, ты говоришь, нет, со сто процентов. Я говорю, ну ладно, давай. Ты мне в 4 утра написал, что зачем ты меня обманул, ты ничего не организовывал. Я говорил, что я принимал участие в организации Михаила Дашкиева, Сергея Зимова. Да, я был просто менеджером по продажам, это очень хана. А сейчас, ну, реально кайфую, поэтому тебе очень благодарен, потому что, наверное, после интервью с тобой, встречи с тобой у меня кардинально поменялась жизнь. Да. И все, что ты видел сейчас, это, наверное, ты тоже вниз сюда очень большой вклад, и тебе безумно благодарен. Эти все люди, которые пришли, они пришли в первую очередь послушать себя, зарядиться мотивацией, и я думаю, это первый, но далеко не последний наш ивент, который мы организуем, и все только начинается. Selfmade Power, 2018, 17 февраля, Сергей Косенко, хедлайнер, 812 человек. Спасибо, друзья. Это очень круто. Да. Йоу. Я решил потестить, правда ли, что мой район на первом месте, я об этом, конечно, не сомневаюсь, надеюсь, что со мной согласны и другие. Короче, выделяю район Хамовники, смотрю здесь квартиру, ну вот, допустим, в моем доме, в моем доме ничего нет. Эээ, чё вокруг так дешево? Так, ну вот, например, смотрю квартиру, 95 тысяч рублей в аренду, 86 квадратных метров, но это какой-то, наверное, не элитный дом. Так, что здесь? Господи, у района Хамовники 3,9 баллов, вы чё зажрались вообще? Что за фигня? Экология 3,1 из 5, блин, вообще охренели, я просто, я жил долгое время на Динамо, и там вот из экологии, я представляю, там должно быть 0 баллов вообще, там рядом железная дорога. Вот, короче, экология 3,1, частота 3,8, и прикиньте, 387 отзывов от жителей районов, вот, например, общежитие, дом 13, корпус 2, портит всё впечатление. Вот люди, короче, вообще, вот как можно, да? Типа одно общежитие, и за это ставите отрицательный балл. Короче, ребят, заходите, смотрите свой район, я думаю, что, да, я думаю, что здесь все районы должны быть, и, по-моему, даже разные города. Короче, штука реально прикольная для того, чтобы выбрать, куда переехать, но я не знаю, надеюсь, что другие районы просто у них двойки у всех. Короче, заходите на домофонд, и будет вам счастье. 1 миллиард долларов! Короче, друзья, 12 часов съёмок уже прошли, и мы снимаем предпоследнюю сцену, то есть сегодня, я не знаю, да бог, если мы 12 часов ночи закончим, но это офигенно увлекательно, посмотрите, что у нас сейчас происходит. Вот такие сотрудники компании, мы уже продали миллион свитшотов с пельменями, и уже даже вышли на ICO, так что можете нас поздравить, пишите в комментариях поздравления. Короче, это самый лучший бизнес, знаете, вот в клипе, там внутри 3 недели, и всё, и ты миллиардер. С того дня, как мы оставили нашу корпорацию, прошло уже целых 3 недели. Мы все прошли огромный и сложный путь, и сегодня для нас знаменательный день, потому что именно сегодня мы продали миллион свитшот с пельменями! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как вам выпуск? У-у-у! Пока-пока-пока!